Мы очень много в прошлом году с девочками перешили таких платьев. Получается настолько красиво. Платье-рубашка. Мы делали белое платье. Значит, подрез был под грудью, без рукавов. Сначала она хотела. Вот тут центр груди у нас. И вот эта юбочка, она состоит из нескольких таких вот валанчиков. А я вам даже сейчас, наверное, покажу. Вот здесь драпировка, здесь драпировка и вот здесь драпировка. Вот такие вот вещи. Потом ко мне пришла ученица одна, Ангелина, да? Она задала нам вот такую задачу. Мы с ней шили этот белый платье-рубашка, что ли. Даже трудно сказать, что это платье-рубашка. Вот мы сшили такую историю. А потом стали ее шить всем подряд. Худеньким и не очень худеньким, кстати. Приносили девочке ткани. Я на них смотрела и опять предлагала вот такую вот вещь. Но тут выточка может быть либо здесь, да? Либо здесь, ну и либо где хотите может быть выточка. Тут застежка может быть, может не быть. Как угодно. Не важно. Вырез можно делать вот такой вот маечкой, открытый какой-то сарафан делать. Вот такую вот историю здесь делать. Тоже получится очень красиво. Можно тут чашечки делать какие-то, как корсетное изделие делать. У нас уже на следующем уроке, по-моему, корсет там начинает. А, нет. На следующем уроке у нас рубашечный рукав, потом корсет. Вот. То есть не важно, как лиф оформить. Сейчас речь идет о том, как рассчитать вот эти штуки. Давайте прям тут и напишем. Значит, обычно это все у нас прямоугольники. Вот это прямоугольник, вот такой вот прямоугольничек нарисуем ему, да? У него в длину будет 70 сантиметров. Имеется в виду два слоя всегда. То есть на круг это 140. 70, потому что ткань лежит в два слоя. Мы когда ее краим, она у нас лежит в два слоя. Вот этот вот, он у нас в полтора раза должен быть больше. Так, рисую не в полтора, не соблюдаю. Но тем не менее, 70 плюс 35 получается 105. То есть примерно 100 сантиметров можно взять вот этот вот в длину. И третий, вот этот у нас, да, хвостик, он должен быть. Коэффициент везде у нас, коэффициент полтора. В длину, если здесь 100, значит, здесь должно быть в полтора раза больше. 100 разделить на 2 будет 50, значит, здесь будет 100 и 50, 150. Вот и все. Значит, 70, 100 и 150. Фактически эти цифры безразмерны. То есть разные мы шили вещи, худеньким, полненьким, но всегда длинные. Особенности вот этих вот историй в том, что они должны быть длинные. Как посчитать эту длину? Например, вот эта кокетка под грудью. То есть талия, как в нашем, вот в этом случае, она завышена. Насколько завышена? Иногда завышали на 5, на 7 сантиметров, да? Ну, или на 10 редко, потому что некрасиво получается. Надо от точки С пониже отойтись, чтобы талия все-таки была видна. И была читаема вот эта талия у нас, да? Кстати, мы шили вот такие вещи, по талии в обтяжку не делали. Прибавка по талии у нас была очень большая. Сантиметров 4-5 была прибавка, чтобы ни молнии никаких не было, ни замков никаких не надо было делать. Ну, хотите маленькую талию, делайте маленькую. Мы делали, вот я рассказываю так, как мы чаще всего делали. Легкое, свободное, хорошее изделие. И не забывайте, что вам нужно к талии прибавить, когда рассчитывать, я теперь буду говорить про длину, вот этих вот, в длину как их рассчитать. Ну, допустим, какой мы с вами возьмем. Нам надо длину изделия от талии вниз взять, скажем, 85 сантиметров в готовом виде. Это достаточно большая длина. А дальше посмотрите, вот это расстояние у нас 5 сантиметров. Значит, вся юбочка, все три вот этих кусочка должны будут быть, длина вот этих вот кусочков у нас будет 85 до 5. И получается 90 сантиметров. Я вам даю такой пример. Во-первых, удобно считать. Ну, во-вторых, часто вот на эти цифры мы именно конкретно ориентировались. Тогда смотрите, что вы делаете. Чтобы, опять же, был ритм. Чтобы было красиво. Чтобы было эффектно. Вы вот эти 90, значит, вот если это ширина одного клина, вот так вот, ширина, вот в эти стороны мы возьмем, да, то вот так мы возьмем длину, длина, длина, длина это как бы, ну, высота, что ли, да, одного клина. Я сейчас говорю про длину. Про ширину я уже все рассказала. Так вот, длина, длина одного клина будет 90 разделить на 3, потому что у вас их 3. Получается 30. Так вот, смотрите, что вы делаете. Вот этот делаете на 30 в длину. Ну, плюс припуски. Полтора и полтора, это 33 в крое у вас будет. Вот этот делайте больше, а вот этот делайте меньше. Насколько больше или меньше? Ну, например, сантиметра на 3. То есть берете цифру 3, можно 4 взять сантиметру, 5, 10, это уже будет многовато, конечно, да. И вот этот я сделаю. 3 сантиметра взяла, сделаю здесь 27, да, в длину. А вот этот сделаю 3 плюс 3, 30 плюс 3, 33. В длину. И посмотрите, какой красивый ритм. Здесь поуже, здесь пошире, а здесь еще шире. И шире, и в ширину, и в длину. И получается очень-очень, поверьте, красиво. Вот одно дело сделать вот эти все 3 одинаковых, вроде голову не морочишь ничем, да. А тем не менее получается эффект разный. Вот такое именно решение появляется и гармония, и красота какая-то особая, и шик какой-то необычный. Из каких мы тканей бы вот это не делали, всегда получалось просто-просто великолепно. Можете воротнички добавлять, можете халатиком делать, застежки добавлять. Вот сюда уже, ну планку делайте общую, такую приточную желательно, чтобы она у вас толщины вот эти убирала. Ну и модифицируйте уже как-то вот эти платья. Все равно скоро лето, и все равно нам понадобятся вот эти теплые, вот эти вот интересные наши летящие, какие-то струящиеся вещи. Они как хороши в однотонной ткани, вот чисто белая, например, у Ангелины было, да. Как они хороши и в каких-нибудь розочках, в цветочках. Там не очень видно вот этих всех подрезов, но все равно оно смотрится хорошо. Сейчас, если быстро найду вам эту Ангелину в этом платье, то покажу. А вот она, вот она, смотрите, девочки. Фотографии, может, не очень удачные. Она говорит, я... А, это не Ангелина, это Юля. Ага. Вот это мы ответили на один вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.